Здравствуйте! Меня зовут Олег Мохов. Мы начинаем передачу «Круг общения» на канале Кубань-24. Меня и вас ждут встречи с людьми искусства, людьми творческих профессий. Я спешу на встречу с нашим гостем. Сегодня мой гость Станислав Слободенюк, и мы поговорим с ним о театре. На мой взгляд, очень интересная тема. Здравствуй, Стас! Здравствуй, Олег! Для краснодарской публики ты известен именно как актер молодежного театра. Но я знаю, что у тебя были отношения с другими театрами. Ты же являешься также и актером кино. Что происходит на сегодняшний момент для тебя в приоритете? То есть все-таки театр, кино, режиссура? Кино, это как бы так очень громко сказано. Это то, что мы снимали с Куземиным. Это очень проект домашний, очень для внутреннего потребления. Ты востребован среди определенной публики, людей, которые снимают фильмы. Ну, в Краснодаре, я имею в виду. Я не могу сказать, что что-то находится в приоритете. Приоритет — это какое-то саморазвитие. Мне бы не хотелось на чем-то одном зацикливаться. Сейчас в молодежном театре происходит подготовка к премьере. Выбран автор Владимир Набоков. Пьеса «Фантасмагорическая» что-то, буфонада. Когда я посмотрел, я был немножко, так сказать, удивлен, как вы театрально реализуете этот проект. Расскажи что-то, в общем-то, об этом проекте. Очень любопытный режиссер. Приехал молодой московский Константин Николаевич Демидов. Ученик Хейфица. С очень таким бурным внутренним фантазийным миром. Фонтанирующий человек, с которым очень любопытно работать. Мне кажется, что актерский состав подобран, очень-очень-очень-очень интересный. Я так понимаю, что ты играешь главную роль, да? Ну, Трощекин. Я бы не сказал, что там главных ролей не одна. Я бы сказал, что, конечно, там все-таки главная роль женская роль моей супруги, которую исполняет Анини Жута. Очень хорошая актриса наша, которую очень люблю. Очень талантливая. И процесс происходит такой... Режиссер очень фонтанирует. При всем при том, очень точно знает, что надо, кому надо. Это, на самом деле, не часто встречается. Который сумел заразить. Очень надеюсь, и с большой долей вероятности могу сказать, что в Краснодаре должен появиться очень приличный спектакль. Очень интересный, очень самобытный. В принципе, для краснодарской публики не является секретом, что молодежка всегда аншлаги. Но, насколько я знаю, в театр иногда невозможно попасть, потому что билетов нет. И если ты приходишь день в день, как все обычно нормальные люди приходят, говорят, извините, мест нет. И я знаю, что очень часто, многие мои знакомые ходят именно на Слободинюка. Потому что ты какая-то фигура в театре, тебя любят, тебя знают, ты актер. И многие твои роли на сегодняшний день, это фактически аншлаговые роли. Вот что-нибудь из прошлого вспомни. То, что уже ушло, то, что как бы снято с производства, уже не работает, но тебе бы хотелось вернуть. Пожалуй, чего не доигралось, это спектакль Рогульченко «Преступление и наказание», где был Свидрик Гайлов, Р. Иванович. Вот, пожалуй, в какой-то новой редакции бы хотелось. И вообще Достоевский, это сумасшедший автор. Театр, молодежка, очень внутри коллектива. Ну, один из редких театров, в котором такая очень своя атмосфера дружеская. Мы уже столько лет друг друга знаем, потому что, ну, текучки сейчас немного. Театр, мне кажется, что пережил очень сложный этап. Город, власть городская, поскольку мы муниципальная, обратили на себя внимание, и слава богу, что сейчас нас вниманием не обделяют. Театр пережил ремонт, и мне кажется, что ремонт очень качественный. И мы чувствуем к себе это внимание, мы чувствуем к себе сейчас любовь к власти. И это, ну, как бы слова не для галочки, которые нужно сказать на камеру. А это по факту так, потому что на все премьеры к нам все приходят, сейчас смотрят, знают репертуар. Плюс ко всему там на субботние спектакли люди от власти, там субботнее воскресное, стали приходить, бронировать места, бронировать билеты, то, чего раньше не было. Конечно, театр живет, цветет от того, что на нас пристально глядят, нами занимаются. Но я думаю, что связь и польза, и какой-то обмен энергиями, она, то, что называется, взаимопроникающая. Потому что театр, конечно, это, безусловно, тот институт, который и обязан быть не просто развлекательным, он обязан еще менять человека. Вообще есть такое понятие, когда театр служит проводником катарсиса. Откуда мы знаем из Википедии и прочее, что такое катарсис. Это кардинальное изменение мировоззрения посредством какого-то культурного потрясения. То есть вот что такое катарсис, господи. Поэтому, опять, у нас как-то один раз мне очень понравилось высказывание, Ирина Муравьева сказала, что вы можете относиться к Чехову по-разному, но любой артист вам скажет, что встреча с Чеховым делает человека лучше. Я полностью согласен. Мне кажется, что театр для нашей власти, для тех людей, которые приходят, несет такую же воспитательную функцию, как для любого человека. Все, кто приходит в театр, становятся лучше, чище, если это театр настоящий. Если мы говорим не о заигрывании со зрителем, а если мы говорим то, что называется по большому счету. Мне кажется, за это нас любят, за то, что мы не заигрываем. Служить в нашем театре, опять, не для галочки. Это большое счастье, хотя бы, ну, просто по той простой причине, что здесь работает очень, таки очень, очень сильная команда. Очень сильная команда актерская, которая отмечает все, ну, как бы, с лучших вузов страны собрана действительно группа единомышленников. Есть такое выражение, главное, террариум единомышленников, это так про актерские трупы принято говорить. Нет. Ну, как бы, все бывает, все со своими, то, что называется, там, тараканами, с какими-то личными амбициями, но это не выхлестывается в какие-то открытые, ну, противостояния, либо какие-то скрытые интриги под водной камней. Нет. Люди, люди. В спектакле «Миледи» ты играешь роль Атоса. Как вообще, почему тебя выбрали Атосом? А я знаю это. Ты считаешь, что ты близок к такой поэтическо-творческой атмосфере, да, и тебя, по-моему, вот я бы взял тебя на роль Д'Артаньяна. Ну, для Д'Артаньяна ему 17, мне чуть больше. Ну, нет, на самом деле, конечно, спектакль кассовый, очень красивые костюмы, очень много насыщен спецэффектами, впрочем. А почему Атос? А вообще, как выбираются роли? Я так понимаю, что когда режиссер обращается к пьесе, да, он дает право некоторым людям выбрать роли. По-разному. Или у вас немножко… Вообще по-разному, как бы, ну, каждый режиссер с трупом выстраивает свои личные, собственные взаимоотношения. Ну, конечно, он приходит, не зная трупа, он, по идее, должен приехать, посмотреть спектакли разные, чтобы понять, что за труп, какие-то кусочки отсмотреть, понять, кто что из себя представляет, раскидать, взять пьесу и раскидать приблизительную историю. Потом понять, пообщаться с каждым артистом, насколько у него там сложится контакт, сложится контакт с трупой, кто-то работает жестко, диктативно, кто-то наоборот. Вот Чмаченко говорил, что кто-то из его педагогов или из коллег говорил, что самое главное в режиссуре – это собрать вокруг себя талантливых людей. Сейчас в Краснодаре так много меняется в культурной жизни, события происходят разные. Вот в театральной жизни появляются новые театры, вот типа один театр. Это один театр. Это, на мой взгляд, сейчас очень для Краснодара очень серьезное достижение. Это мое глубокое убеждение. И ребята, которые всю эту историю организовали, молодые артисты, молодцы. Более чем. Потому что в тот момент, когда очень многие говорят о том, что нам нужен театр, нам нужен какой-то новый, еще-еще. Ребята просто взяли и сделали. За это низкий поклон. Они молодцы. Очень круто. И то, что туда ходит публика. Я убежден, что это очень яркое явление, которое никак не останется незамеченным и будет внесено в фаналы истории культурной жизни. Край вообще. Ты очень трепетно относишься к молодежи, очень трепетно относишься к школе театральной, вообще к продолжению того, что происходит на Кубани в театральной среде. Для тебя это очень важно. Какие у тебя мысли по поводу перспективы дальнейшей? В Краснодаре есть и у нас в театре очень много молодых ребят, молодых артистов. Так что в одном театре приходят, которые выпускники нашей театральной школы, нашего университета культуры. Ребята очень талантливые. Факт в том, что есть педагоги, есть театральная школа в Краснодаре тоже. И слава богу, что есть возможность у ребят, по крайней мере, живущих не в Краснодаре, а в окружении, попасть и работать, и трудиться в театральной среде. И это действительно качественная история происходит. Несколько ребят, которые к нам в театр пришли, они доказывают и в том же самом «Миледи», и в «Зимней сказке». Главные роли исполняют как раз выпускники к ГУКе. И это очень прилично. И Д'Артанян. Это выпускник. Как происходит твоя режиссерская карьера в области постановки массовых культурных мероприятий в городе? Так получается, что власть нанимает тебя для постановки дня урожая или презентации какого-то крупного проекта, потому что ты, по крайней мере, единственный режиссер, к которому обращаются с подобными вопросами. Не единственный. Есть еще пара человек, которые качественно этим занимаются. Нас немного, но человека три, которые все крупные мероприятия делают. Не, знаешь, у тебя отличная команда, с которой ты работаешь. Вообще край на сегодняшний день имеет команду, которая способна, ставя перед собой максимально амбициозные задачи, делать их на мировом уровне. Это факт. И то, как сейчас структурированы все эти краевые мероприятия, то, как сейчас все это сделано и на каком уровне все это происходит, радует, потому что это не номенклатурно, это живо со всеми современными технологическими наворотами, с использованием там всевозможных гаджетов и прочих-прочих. На мой взгляд, то, что происходит вообще в крае, это такая очень здоровая тенденция к тому, чтобы в разных сферах, культурной, спортивной, в том же самом, в этносе, в образовательной системе, мне кажется, что и в политической системе. Наш край сейчас так выходит на очень какую-то такую, мне кажется, она занимает какую-то отдельную позицию и становится таким очень привлекательным не на бумаге, а даже для самих жителей, потому что сейчас, по большому счету, ты тоже сам знаешь, есть куда пойти, есть что посмотреть, и то, куда пойти, и то, что посмотреть, такого очень высокого класса, и зачастую это даже не повторы, не какая-то такая слизанная, скопированная форма или содержание, это достаточно аутентичные вещи, которые, как-то так очень перетекая с местным колоритом, с определенным, вот как бы тоже все люди, которые сюда приезжают, гости, с которыми приходится общаться, они отмечают эту историю, тот продукт, который взрастает здесь, опять же, культурный, если мы говорим культурно-музыкальный, он имеет такую очень собственную, отличительную черту, ну, то, что называется, какой-то такой, определенной аутентичностью, мы это имеем на сегодняшний день, это меня радует, по крайней мере, ну, существует такое понятие, философское, успех, очень многообразное понятие, включает в себя очень много, много, много всего, вот, одна из твоих, как бы, интерпретаций, слово успех, театральной жизни, мне кажется, что успех, это где-то синоним, и лежит в одной плоскости с понятием счастья, если артист счастливый, счастливый артист, значит, он успешный, потому что успех, это понятие, в первую очередь, не для других, понятие для самого себя, а что такое счастливый артист? Кто-то счастлив, если он круглосуточно занимается, там, в репертуаре, и он во всем занят, везде у него все получается, его любит зритель, он востребован режиссерами, он успешен, вот это понятие одно, успех. Тебе часто дарят цветы по финалу? Ну, как часто? Не, ну, дарят, конечно, конечно, есть люди, огромное спасибо, конечно, приходят, но это, все равно, какой-то такой показатель, все равно, хочешь, не хочешь, это очень приятно. Когда ты выходишь на сцену, ты же видишь в зале знакомые лица людей, с которыми ты когда-то пересекался, люди, которые ходят на твои спектакли постоянно, не флиртуешь ли ты со зрителем, выступая и работая на сцене? Или пытаешься ли как-то заметить человека, который пришел на твой спектакль, или ты даешь ему право почувствовать, что в какой-то степени ты играешь для него сегодня? Ну вот, конечно, это один из таких очень сильных актерских наркотиков, то есть чувствовать людей, сидящих в зале, и можно, может, может очень сильно потащить. В ту сторону ты будешь заниматься не тем, чем ты должен заниматься, а ты будешь заниматься тем, что ты находишь партнера, не на сцене, а в зрительном зале. Но у нас, походу, так получается в театре, что не существует четвертой стены, то есть не существует спектакля само по себе без присутствия зрителей. Одно из основных, главных условий театра это создание жизни в художественной форме, не в художественной форме, а в жизни существует все. Даже сейчас общаясь, понятно, что на меня светит свет, есть камера, есть люди, которые ходят, это переговариваются, даже полушепотом между собой. Все равно все это слышно. То же самое должно быть происходить и на сцене. Это мое глубокое убеждение. Ты обязан, если ты занимаешься жизнью, на площадке занимаешься здесь и сейчас, должен понимать, что здесь у тебя партнеры, здесь персонаж, которого ты ведешь, здесь свои задачи, здесь жизнь. В эту же жизнь включены и все зрители со своими болячками, не болячками, телефонами, соплями, кашлями, мухами, с ведомом, всем, всем, что летает. В какой-то определенный момент ты все это включаешь в свою жизнь. Ты, либо она проходит мимо тебя, либо тебе для того, для пущего, но это какая-то такая внутренняя кухня на уровне самоощущения, на уровне чувств, вот насколько артист самообразован, насколько он культурен, насколько он внутри материала. Тогда он включает, включает зрителя, если ему необходимо там флиртануть с кем-то, и это работает на материал, на спектакль, не разрушая его, не растаскивая, не опошляя, то да, почему нет. Но увлекаться этим нельзя. Наверняка у тебя есть какие-то свои творческие амбиции, и ты иногда задумываешься о том, что вот было бы хорошо там выступить в «Амхате», попробовать себя в роли какого-нибудь иностранного актера, и поступали ли к тебе такие предложения? Честно скажу, по-актерски амбиции таких нет. Ну, как бы не хотелось, ну, и возможности были, и есть до сих пор. Предложения поступали по-актерски, не за границу нет, 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 московские театры были, в принципе, есть до сих пор. А вот в том, что касаемо режиссерских амбиций, причем как театральных, так и постановщика каких-то праздников там массовых форм либо каких-то перформансов, да, желание есть. Сейчас я на это не могу ответить. Амбиции есть? Будет это или не будет? Не могу. Я недавно был приглашен на мероприятие, которое посвящено группе «Нет». Ну, я думаю, тебе это сразу что-то скажет. Я тоже был приглашен, у меня был спектакль, я не попал. И существует андеграундная жизнь в Краснодаре, которая происходит по клубам, происходит по квартирникам. И когда мы говорим о том, что ее нет, оказывается, что она есть. Мои друзья издали вот такой вот альбом. Я бы хотел его тебе подарить, но у меня к тебе один вопрос. Кого из музыкантов, которые принимали участие в этом альбоме, ты знаешь? и вообще расскажи какую-нибудь историю о том, с кем тебе удалось поработать, посотрудничать, послушать? Костя Амельчак, Бадун, канцелярия Чусов, Маша Медведев, Дрынки, Романенко, Демченко. Практически всех ты знаешь, да? Ну, пересекался. Ну, во-первых, нет. Это настолько событие, настолько явление, которое переворачивало... Мы, во-первых, все, будучи музыкантами, конечно, мало того, что фанатели, это прям целый пласт, целая субкультура. Я как раз приехал в Краснодар в 92-м году из Грузии, как раз вот вся эта эпоха Арбата, неформальных движений, 200-300 человек на Чапаева, вот в этом промежуточке, человек на человечке с гитарами, когда люди каждый день приносили свои стихи, свои песни, там в день было, можно там по 20-30 премьер, конечно, совсем другой. Вот тогда действительно, ну, как бы можно сказать, что это было андеграундное течение, поскольку не то, чтобы неофициальная позиция была, вообще просто как грибы проросли. То, что сейчас является клубной культурой, по большому счету, Краснодар достаточно шоколадно живет, согласись, клубов просто. Вообще мы живем очень хорошо. Да, в вагон и маленькая тележка. В принципе, сейчас то, что там 10 лет назад казалось каким-то космическим событием, чтобы в клубах играла какая-то живая музыка, ну, сейчас в любой момент, со среды по воскресенье можно попасть на любой живой концерт. Такая перспектива очень-очень радует. Хорошо, хорошо. Ты родился в Грузии. Бывают ли у тебя моменты, когда ты вспоминаешь о своем детстве, о своем прошлом? Грузия вообще очень яркая страна, она не могла пройти мимо. Я поеду сейчас, очень скоро обратно. С перерывом, вот мне там не было 23 года, я поеду. Да, я думаю, что ты увидишь еще на новую Грузию. Ну, приеду, посмотрим. Какие-то вещи должны же остаться такими, какие они были. Очень богатая духовно страна и 100% отложил отпечаток. и то, как воспитывается определенное отношение к женщине, определенное отношение к ближнему своему, потому что сосед ближний, самый. Я очень благодарен и родителям своим, и своему детству за то, что я вырос именно там. И да, очень хочется поехать, очень хочется на все это дело посмотреть. Любой человек, желающий как-то драматургически влиять на жизнь, ставить перед собой какие-то глобальные задачи. Вот твои режиссерские планы. Есть больная точка. Я пытаюсь поставить спектакль, но пока все никак-никак не складывается. Я надеюсь, что все-таки сейчас звезды повернуты так и в моей жизни все так складывается, что я могу все отложить в сторону и все-таки заняться этим проектом. Благо, что руководство театра идет мне навстречу. Я написал инсценировку по очень любимым мною автору, есть такой американский психотерапевт Ирвин Елом. У него есть как бы несколько книг, которые очень сильно перевернули как-то меня. Это «Когда Ницше плакал» называется книга. Вот. И инсценировка, которая пока носит рабочее название «Человеческое, слишком человеческое». Ну, а там будет видно, если так вот то, что называется модным словом стартап, если это станет стартапом моя режиссура и если я что-то из себя представляю, как режиссура, двинусь дальше, я надеюсь, что станет ясно и понятно, потому что пока я сам для себя как бы темная лошадка, потому что режиссура массовых форм, как бы там сколько бы тысяч человек не участвовало в мероприятии, все-таки театрализованное представление. Театрализованное представление, театр, это театр, абсолютно разные направления, абсолютно разные режиссура, абсолютно разные профессии. Пока, если в одной профессии есть результаты, которыми тоже без лукавства, я доволен, то здесь я еще ничего не знаю, кто я, что я, сам для себя. Знаешь, очень любопытно, ты упомянул слово стартап, в тот момент, когда человек задает себе вопрос о том, что он хочет что-то сделать, и ему пришла в голову какая-либо идея, и он что-то реализовал в виде написания сценария или чего-то дальше. Что происходит дальше, куда идти, где просить деньги, с кем общаться, кто помогает, что за институция обязана услышать, и на твой взгляд, какое место, куда должен обратиться человек, для того, чтобы его услышали, помогли, и дали возможность реализовать театральный стартап. Все средства хороши. Можно идти к меценату, можно идти, опять, все зависит от твоей убедительности, от меры твоих знаний, от профессионализма и прочего. На данный момент, вот сейчас, у меня есть договоренность с руководством нашего театра, мне проще дойти, но есть куча СТД, союз театральных деятелей и прочее, в зависимости от того, кем ты хочешь. Если ты хочешь стать артистом, езжай, поступай, учись, иди, либо поднись в театр, вовсю пробивай. Просто самое главное, я думаю, как в любом деле, есть цель, есть преграды и есть даже не вера, а просто знание того, что ты к ней подойдешь. И ты просто идешь, перепрыгиваешь через эти преграды, где-то пробиваешь, где-то стены, как и все, как любо, потому что любое движение в сторону цели, целенаправленное, это движение. Любые разговоры без движения это разговоры, ты остаешься на месте. Спасибо большое, Стас, что ты согласился принять участие в передаче в этом уютном зале ресторана-акварели. Я надеюсь встретиться с тобой на премьере в молодежном театре и с тебя, Контрамарка. Отлично, спасибо, что позвали. Мне было очень приятно поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok